Моя задача как гонг-мастера, гонг-плеера — инициировать этот процесс и побеседовать в процессе с гонгом. Я ему говорю что-то от себя, да, как просьба для вас, чтобы сделать пространство, чтобы сделать вашу историю. Они отвечают, и они рассказывают, куда вести эту историю для вас. Сделать это более интенсивно или сделать колыбельную. И поэтому, когда ты слушаешь, что они тебе говорят и куда они ведут, получается для каждого законченная история, для каждого случается то, что должно случиться. Что делает с нами звук? На тонком плане, на энергетическом, очищает, структурирует. На уровне физического тела мы получаем хороший глубокий виброакустический массаж. Каждая клеточка нашего тела, включая костную структуру, реагирует и взаимодействует со звуком. Массажист что может сделать? Кожу и верхние слои, да, мышцы. А звук из косточек, он вибрирует в наших акустических системах, естественно, да, в грудной клетке, а в черепе, как вы его слышите, в черепе, да, звук. А как реагируют ваши мысли на звуки гондов? У вас были мысли? Все, что я накопила, да, может быть, я не готова к этому сейчас. Поэтому все случается в свой черед. Дать возможность себе раскрываться, да, не зажиматься, не упаковывать себя в рамки социума каких-то таких вот программ, но одновременно и не подгонять себя. Не надо дать себе жить так, как оно течет, без насилия над собой. Напротив, в нашем мире, да, вот я имею в виду, в ритме мегаполиса, очень важно делать паузу. Вот так вот просто сидеть, никуда не торопиться, наливать чайки и так же неспешно вести беседу. Эта пауза, она хранится на... Да, вы везде успели, вы там, где должны быть, и случается то, что нужно и важно именно сейчас. Вы смотрите, на самом деле, первые прототипы гонгов были найдены в раскопках бронзового века. То есть, когда люди научились делать сплав меди и олова, да, и просто там сковородку, я не знаю, в какую-то чашку ударили и почувствовали, ух ты, да, и они стали делать инструменты. Самые простые, самозвучащие инструменты, бронзовые, это вот поющие чаши. А вот, и они абсолютно родственные, гонги, чаши, они принадлежат к классу инструментов, которые называются идиафоны, то есть звучащие своим телом. А что касается русских аналогов, да, вот этих инструментов, прямо у нас с вами очень выгодно находимся. Сейчас, Лена, я покажу кошку. Так, так, так. Вот. Ух ты. Вот это называется Билл, русские плоские колокола. Это русские? Да. Обалдеть, друзья. Я первый раз вижу. Вот это да. Да еще с какими знаками? Ну, знаки это уже... Они мировые. Да. А вот, а потом уже пошли цифровые колокола, да, научились отливаться. Билл, кстати. Билл. Да. Это я... То есть элементы, гонки, и чаши, и пилы, и колокола, это все одна история. Единственное, что сейчас, что касается вот этих гонков, которые используют в злокотерапевтической практике, да, у них более сложный состав. Кроме голова и меди, там добавляют некие серебро, золото, дальше говорят, да, для того, чтобы их звучание было более глубоким и более богатым авертонами, то есть призвуками. Собственно говоря, вот эти авертоны и авертоны, да, нижние призвуки, верхние призвуки, они как такие пальчики, которые задевают наши внутренние струны. Если у нас представить как раздумеем, там как-то скрипочку с продевали, то эти звуки во всем нашим струнам украли, рождая в нас определенный отклик. Если ты чист, свободен на данный момент, то это дает тебе творческий импульс. Если ты заблокирован, если вгруз твоего подсознания несет страхи и тревоги, то ты сейчас занимаешься тем, что разгребаешь свои завалы, освобождая и очищая себя от вот этих вот подсознательных долгов, которые когда-то в течение жизни работали. Ночью будут колыбельные, гон колыбельные, называемые, да. Когда звук немножко повышается уровень, вот он понижается, повышается, понижается, качает, качает. Он качает на волнах и он качает в состоянии пограничном, между сознанием и безсознанием. Ты немножко засыпаешь, потом понимаешь, что ты здесь сейчас, осознаешь себя в моменте. Вот. И опять-таки идея, да, совмещать тоже практики. Для многих, кто живет в городе, очень сложно выйти от мыслей, от стресса. И люди ощущают, что есть стропинка туда, в глубину себя, вот в эту глубокую медитацию, но не могут ее найти. И им нужна помощь. Пришла идея после моего личного опыта в шаманских разных практиках объединить, сделать перед гонг-медитацией сессию рапе, это есть такая шаманская история, да, или отдельно сессию с какао. Ракета желания в новолунии проводим. Кстати, 28-го, да, 28-го сентября будет новолуния и будет ракета желания. Это практика, когда мы соединяемся со своей сутью, понимаем, чего мы хотим и запускаем свои намерения. Намерения с помощью звука, с помощью формулировок своих, вот, делаем программу для своей жизни вперед. Вот, ракета желания стала регулярной такой практикой. Вот, ночная практика, да, ночная гонг-ночь тоже раз в месяц проводится. Большой взрыв раз в месяц. И получается, что каждому по запросу, каждому по требованиям, вот, вы можете выбрать ту практику, которая для вас сейчас актуальна. Кроме гонгов, мы же используем кучу разных инструментов, которые очень глубоко достают, очень за каждую струнку выражают. И все инструменты самозвучащие, естественные, природные. Аня, где-то купить? Где-то купить? Пишите, на ссылочке вам дам. Вот эти штук жду уже сама полгода. Укалинский мастер делает, я заказала ему, сказала, пишите мне 20. Потому что здесь необходимо соблюдать некую энергетическую гигиену. Используем все способы. Во-первых, окуриваем пространство. Окуриваем... Вот заходила, да? Да. Вот полосанта. Полосанта у меня дома уже есть. Перед практикой я воскуривала калифорнийский шалфей здесь, да, перед тем, как вы здесь пришли. Потом используем эфирные масла высокочастотные, которые тоже, скажем так, повышают вибрации пространства. И, естественно, звук. Звук работает безусловно, очищая. То, что меня ведет вновь и вновь в такие практики, это лишь результат и отзывы людей, которых я вижу. Я вижу, что реально у них глаза стали другие. У них тело стало другое, да? И они улыбаются, их сердце открыто. И только вот эта обратная связь заставляет меня вновь и вновь входить вот в эту историю, да? То есть из своего рационального состояния я не могу это оценить и не могу понять, что происходит. Вот в иррациональном таком. Но вот по поводу индивидуалок, это же прекрасный подарок. Вы представляете, вы хотите человеку подарить нечто, не избитое, не одеколон там духи, да, не цветы, не торт, а опыт. Опыт потрясающий. Это подтвердят, как бы, подтвердите? Тем более опыт знакомства с собой. С собой, да. Это потрясающий подарок. И люди, да, в индивидуальной сессии на день рождения, приходят на 14 февраля, извините, у меня расписывался график, да, ну плюс-минус, да? То есть люди приходят прям парами. Продолжение следует...